Когда Владимир Карамурза был отравлен в первый раз, врачи говорили, что его шансы выжить равны примерно 5%. Политик был подключен к восьми аппаратам искусственного жизнеобеспечения, но никто из медицинского персонала не мог точно сказать, сумеет ли Владимир пережить следующий день. Жизнь политика буквально висела на волоске. Страшно умирать. Это вот первое ощущение. Это ни с чем невозможно сравнить из каких-то обычных болезней, каких-то обычных физических недомоганий. Вот абсолютно точное убеждение, что все, что это конец. Первое, что начинается, дышать тяжело. И очень больно и страшно одновременно, когда ты пытаешься вдохнуть. Так вдыхаешь воздух, а воздух не заходит. А потом очень быстро начинает колотиться сердце, начинаешь потеть, потом рвота начинается. И буквально там в течение нескольких минут уже полностью обеселиваешь. Это была первая попытка сотрудника ФСБ убить Владимира Карамурзу. За ней последует еще одно отравление. А после – тюремный срок в 25 лет за политическую позицию и последовательную антивоенную риторику. Но даже этого кремлевским палачам оказалось недостаточно. Карамурзу прямо сейчас держит фактически в пыточных условиях. Морят его одиночеством. Тактика, знакомая нам всем по заключению Алексея Навального, когда тюремщикам запрещалось даже просто смотреть на Алексея. Мы с ним не разговаривали больше года. Володя весь прошлый год и кусок нынешнего пытался добиться права на телефонный разговор с детьми. И дважды получил отказ. Первый раз в официальной бумаге, которая пришла в качестве новогоднего рождественского подарка в декабре, было сказано, что телефонные разговоры с детьми как-то будут препятствовать введению уголовного дела против него. Ну, то есть, ну, какой-то полный абсурд. Второй отказ он получил буквально за пару дней до приговора. И там было сказано, что он не может разговорить со своими детьми, потому что дети живут в Соединенных Штатах Америки. 20 июня стало известно, что Владимира Карамурзу перевели на еще более строгий режим в колонии. В ближайшие полгода Владимир проведет в помещении камерного типа. Ему будет запрещено использование кровати после подъема. Ежедневная прогулка будет ограничена. Для пережившего два отравления Карамурзы помещение камерного типа может оказаться летальным. По словам адвоката Владимира, формальной причиной перевода послужило то, что Карамурза несколько секунд держал руки не за спиной, когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку. Но это только формальный повод. На самом деле Карамурзу наказывают за его политическую деятельность и за то, что даже в тюрьме он не отказался от своих убеждений. И не просто не отказался от взглядов, а продолжил рассказывать миру о преступлениях Владимира Путина. Его серия «Колонна костюрьмы» для газеты The Washington Post получила Пулитцеровскую премию, одну из самых престижных премий за журналистскую работу. Но чем еще заслужил Карамурза такую жгучую ненависть путинского режима? Чудовищный срок в 25 лет за политическую деятельность, уголовная статья за госизмену, два отравления, перевод в помещение камерного типа. Жестокость Карамурзе поражает даже по нынешним временам, когда маховик репрессий раскручен до максимума. И это в то время, когда настоящий убийца выходит на свободу, а террористы из ИГИЛ, захватившие заложников ростовской колонии, хранят в камерах флаг исламского государства и холодное оружие. Сегодня я расскажу вам о том, как и почему Владимир Карамурза стал одним из самых главных врагов для путинского государства. Но прежде чем начать, я попрошу вас о поддержке. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Такая активность влияет на алгоритмы Ютуба. Благодаря этому видео увидит как можно больше человек. А если вы хотите поддержать мою деятельность финансово, то вы можете помочь единоразовым донатом через функцию «Суперспасибо» и «Криптокошелек». Или оформить ежемесячное небольшое пожертвование через функцию спонсорства Ютуба. Спасибо. Все это время, вновь и вновь, Путина принимали в западных столицах. Ему пожимали руку и расстилали ковровую дорожку, когда он прилетал на самолете. Один американский президент за другим смотрели в его глаза и проникали в его душу, или объявляли о перезагрузке отношений с ним, или предлагали всевозможные шаги по умиротворению. И это было не только на словах, но и в буквальном смысле. На протяжении многих лет западные страны позволяли олигархам и клептократам вокруг Путина использовать ваши страны, западные банки, западные финансовые системы в качестве безопасной гавани для денег, которую эти олигархи и клептократы украли у народа России. Весь модус операнди путинского режима направлен на то, чтобы люди из его окружения... Давайте не будем забывать, что это не только автократический режим, но и клептократический, от классического греческого определения слова «правление воров». Чтобы те воры могли сегодня воровать в России, а потом тратить и прятать эти украденные деньги на Западе, где у них есть яхты, виллы, банковские счета и даже очень часто их семьи и так далее. 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО скончался юрист и аудитор Сергей Магницкий. Хотя скончался, не совсем верное слово, правильнее сказать, был замучен до смерти. Магницкий вскрыл хищение высокопоставленными силовиками более 200 миллионов долларов из российского бюджета. Но вместо того, чтобы наказать настоящих преступников, на Магницкого самого сфабриковали уголовное дело в пособничестве уклонений от уплаты налогов. Впоследствии стало известно, что часть похищенных денег осела на офшоре, связанном с виолончелистом и кошельком Путина Ралдугином. В СИЗО Магницкого поместили в пыточные условия. Ему отказывали в медицинской помощи, оказывали на него психологическое давление. Избивали. Но Магницкий, несмотря ни на что, от своих показаний не отказывался. Сыловики предлагали ему сделку. Достаточно просто оговорить своего начальника Уильяма Браудера. Магницкий не согласился. Месяц за месяцем его состояние здоровья ухудшалось. А на все требования предоставить ему медицинскую помощь, Магницкий получал отказ. Официальная причина смерти аудитора – остросердечная недостаточность. При этом прибывшие врачи зафиксировали у юриста закрытую черепно-мозговую травму. Судя по всему, незадолго до смерти Магницкого жестоко избили тюремщики. Когда дело о гибели Магницкого все-таки дошло до суда, запись о травме из актов магическим образом исчезла. Убийц Магницкого и всех причастных к издевательствам над аудитором необходимо было наказать. Ну как? На российское правосудие не было никакой надежды. Ответ на этот вопрос был у Бориса Немцова. Уже какое-то время он вынашивал революционную, по сути, идею борьбы с путинской диктатурой и нарушениями прав человека в России. А именно, персональные санкции против причастных к преступлениям против прав человека в России. Вот как об этом рассказывал сам Борис Немцов. Эти люди, ура-патриоты, выступают за суверенную демократию, топчут базовые демократические ценности, а сами любят пользоваться благами и привилегиями того самого демократического общества, которое они так ненавидят. В качестве примера в том разговоре Немцов привел именно Суркова, который каждый выходной ездит в Лондон. Более того, впоследствии Немцов будет называть этот закон самым пророссийским из всех, когда-либо принятых за рубежом. Потому что направлен он в первую очередь против тех, кто ворует деньги российских налогоплательщиков и нарушает права российских граждан. Сущность, весь смысл существования нынешнего режима заключается в том, что эти люди, вот все эти чиновники, олигархи, люди из ближнего путинского круга, они хотят воровать здесь, в России, отратить и прятать наворованное на Западе, в демократических странах Запада, где у них банковские счета, там вилы, яхты, виноградники и так далее, как мы все хорошо знаем. Чудовищная абсолютно лицемерие, да, люди, которые нарушают базовые принципы демократического общества здесь, в России, сами при этом почему-то очень любят пользоваться благами и привилегиями этого самого демократического общества на Западе, причем многие люди на Западе это поощряли, это поддерживали. Но мало придумать эффективный законопроект, куда сложнее добиться от неповоротливой бюрократической машины западного мира его принятия. Тем более, когда кабинет президента США Барака Обамы взял курс на перезагрузку отношений с Россией и ее якобы либеральным президентом Медведевым. В Вашингтоне работал давний друг и в прошлом подчиненный Париса Немцова Владимир Карамурза. По работе он был знаком с многими представителями политического истеблишмента США. Поэтому именно Карамурзе Немцов предложил заняться лоббированием своего законопроекта. Признаюсь честно, я не сразу оценил, насколько это важно, но сейчас понимаю, что это, да, наверное, была ключевая линия противостояния к кремлевским клептократам. Работа по продвижению санкционного законопроекта оказалась гораздо сложнее, чем может показаться. Благо, Владимир Карамурза нашел двух союзников, которые очень сильно помогли ему в лоббировании законопроекта. Это были Уильям Браудер, непосредственно начальник Сергея Магницкого, и Джон МакКейн, сенатор и кандидат в президенты США. Вместе им удалось преодолеть сопротивление политической системы США. 6 декабря 2012 года Сенат одобрил законопроект, а 14 декабря его подписал президент США Барак Обама. Отныне правительство США могло накладывать персональные санкции на тех, кто причастен к нарушению прав человека в России. В первую очередь речь шла о блокировке банковских счетов США и запрете на въезд в страну попавшим в список лицам. Впоследствии аналогичный законопроект приняли у себя Великобритания, Канада, Эстония и другие страны. Магницкого – это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. И, разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, кто-то должен быть наказан. Но я хочу что подчеркнуть. Здесь нет никакой, просто ровно никакой политической подоплеки. Если есть трагедия, то она носит чисто уголовно-правовой формальный характер. Ничего вот за этим больше нет. Но кому-то хочется испортить отношения с Россией. Кто-то объявил невъездными в свои страны каких-то наших чиновников, которые якобы имеют отношение к гибели господина Магницкого, о чем я, безусловно, очень сожалею и приношу соболезнования ее семье. Но что в таких случаях должна сделать Россия? Принять адекватные меры, объявить список чиновников другой стороны, которая приняла в отношении России такие меры. Так и будет сделано. В первую редакцию закона Магницкого вошли 18 фамилий, из которых 16 ответственны за смерть аудитора. Помимо открытой части списка, есть также и его закрытая часть, в которой включены высокопоставленные чиновники из России. В частности, в закрытую часть списка, по информации журналистов, попал Рамзан Кадыров. Для меня это странная новость, потому что я и Багницкий, Сергей. Причем тут я? Причем тут Сергей? Мы сожалеем, что так случилось, что человек до суда умер или погиб, не знаю, как сказать. Даже мне заплатили бы большие деньги, чтобы я вылетел из США, я никогда не летел бы сюда. И даже я молился, чтобы не было повода, чтобы лететь в Америку. Я не того, что я не люблю американцев. Я не люблю политику, а руководство Америки. Работа Карамурзы по лоббированию закона задела жуликов-единороссов за живое. Как так, думали они? В смысле, если мы будем нарушать права человека в России, то нам запретят хранить свои деньги на Западе? Да ведь это и есть самое настоящее нарушение прав человека, думали депутаты. На это надо обязательно чем-то ответить. Запретить Обаме открывать банковские счета в Чечне? Тоже хорошая идея, но мелковато, мелковато. По старой традиции наказать депутаты решили в первую очередь свои же граждан, а именно детей-сирот. В ответ на закон Магнитского Госдума приняла один из самых позорных законопроектов в истории России. Закон Димы Яковлева, также известный как закон подлецов. Американцы запрещают открывать счета? Тогда мы запретим американцам усыновлять детей из России. Да, мы лишим многие шансы на нормальную жизнь, но какая разница? Мы ведь в Госдуму ходим не для того, чтобы жизнь российских граждан улучшать. Сторонники того, чтобы прекратить вообще любое усыновление за границей. Это просто идиотизм. Наши женщины рожают, и мы отправляем. Что за экспортный товар? А то, что инвалиды, так наши семьи усыновляют куда больше, чем американцы. И стоят в очереди. Давайте сперва наша очередь кончится, потом иностранцы. Но отомстить своим же детям только половина дела. Вторая половина – наказать тех, кто помогал в принятии законопроекта в США. Прежде всего, Владимира Карамурзу. Вот как об этом писал сам Карамурза. Хотя друзья и коллеги давно предупреждали. Учитывая степень моего участия в подготовке и продвижении расширенного проекта закона Магнитского, ответ последует обязательно. Понимаешь, старик объяснил мне на днях один очень влиятельный и хорошо информированный собеседник. Когда ты про них что-то пишешь или даже говоришь в эфире – это одно. Но когда ты посягаешь на их личные финансовые интересы, на честно наворованное – это совсем другое. Ты уже не оппонент. Ты враг. Сперва Владимиру, по сути, вынесли запрет на профессию. Его уволили из RTVI. А любой попытки найти другое место работы заканчивались ничем. Карамурзу очень просили не брать на работу очень влиятельные люди. Одним словом, когда мне назвали фамилию человека, который, как говорят, лично распорядился уволить меня с телевидения, причем вовсе не федерального, стало даже как-то неловко. Неужели им так совсем нечем заняться? Распоряжением человека с громкой фамилией дело не ограничилось. Все до одного медийные руководители, с которыми я общался, некоторые из них до недавнего времени сами предлагали сотрудничество, вежливо сказали, что сотрудничество сейчас невозможно. Причины назывались разные. Лишь один намекнул на некий багаж, связанный с моим именем. Не хочу называть ни СМИ, ни руководителей. Понятно, что речь вряд ли идет о личной инициативе. Впоследствии стало известно, что человек с громкой фамилией – это первый заместитель администрации президента и, по информации журналистов, главный куратор медиа в России Алексей Громов. Но и запрета на профессию для Карамурзе оказалось недостаточно кремлевским палачам. Незадолго до убийства Бориса Немцова за Карамурзой начинает следовать группа отравителей из ФСБ. Да, те же самые отравители, что впоследствии отравит новичком Алексея Навального. В мае они предпринимают попытку убить Карамурзу неизвестным ядом. В здании РИА сегодня, во время деловой беседы с коллегами, Карамурзе становится плохо. Его тошнит, у него сильно учащается сердцебиение, он теряет сознание. В больнице врачи заявляют, что Карамурза отравлен. Тем временем в провластных СМИ распространят версию, что Карамурза просто перебрал с антидепрессантами. Резкое ухудшение состояния здоровья журналиста Владимира Карамурзе-младшего произошло, скорее всего, из-за передозировки антидепрессантами. Как сообщил источник Интерфакса знакомой ситуации, на это указывают ряд экспертиз и анализов, в том числе и в заграничных клиниках. Из европейских клиник результаты получены, анализы показывают, что превышено содержание лекарственных средств в крови. Врачи из Франции говорят про антидепрессанты, сказал собеседник агентства. По его словам, состояние Карамурзы постепенно улучшается, но работы еще много. Впоследствии точно такая же тактика будет применяться во время отравления Алексея Навального, когда все возможные прокремлевские СМИ начнут соревноваться в том, кто выдвинет более абсурдную версию причины кома Алексея. А Маргарита Симоньян даже напишет свой ужасный твит про Рафаэлку. У Владимира отказывают практически все органы. К нему подключают 8 аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Врачи говорят его жене, что шансы Владимира выжить составляют примерно 5%. Образцы крови, ногтей, волос Карамурзы направляют на анализ во Францию. Специалисты обнаруживают в крови политика тяжелые металлы – ртуть, цинк, медь, марганец. Карамурзу хотят отправить на лечение в США, но консилиум врачей говорит, что его состояние не позволяет транспортировать больного за границу. Лишь спустя полтора месяца его отправляют медицинским самолетом в Америку. Там он много месяцев будет проходить реабилитацию. Мне неизвестны точные обстоятельства. Я не знаю, когда это было сделано, кто это сделал, как это вещество попало в мой организм. Но я знаю, почему. И я уверен, что это была расплата за мою политическую деятельность в российской оппозиции. И конкретнее за связь с Борисом Немцовым, лидером российской оппозиции, и за мою кампанию в поддержку акта Магнитского. Спустя два года Карамурзу травят еще раз. Врачи ставят диагноз – токсическое действие неуточненного вещества. На этот раз образцы крови удается отправить на токсикологический анализ во Францию, Израиль и США. В Соединенных Штатах кровь Карамурзы поступает на анализ специалистам из ФБР. По информации журналистов, в США на встречу с директором ФБР прилетает директор ФСБ Бортников. Неизвестно, о чем они говорят, но после встречи ФБР отказывается выдавать Карамурзе результаты исследований. В январе 2018 года, когда тройка руководителей российских спецслужб – Нарышкин, СВР, Бортников, ФСБ и Коробов ГРУ – ездили в Вашингтон. Вашингтон и встречались со своими американскими визави, с главными американских спецслужб – мое дело обсуждалось. То есть не хотели портить отношения между США и Россией? Тут дело даже не в порче отношений, и уж точно не между США и Россией. Это скорее какие-то взаимоотношения конкретные между спецслужбами. И тогда же еще начали говорить, собственно, потому что вот это засекречивание, оно примерно тогда же как раз и произошло, в начале 2018 года, после того, как эти господа съездили в Вашингтон. И тогда еще многие стали говорить и писать, в том числе в СМИ, что, возможно, какой-то размен состоялся. То есть услуга за услугу. Американцы не публикуют результаты моих анализов, а российские спецслужбы, условно говоря, не ставят в неловкое положение американцев. Ну, может, здесь кто-то, какой-то агент их попался, я не знаю. Карамурза подал в суд на ФБР. В результате тяжбы ему удалось получить доступ к части фрагментов дела. Из них следует, что ФБР признает, Владимир Карамурза был преднамеренно отравлен. Адвокат Владимира пытается добиться от Следственного комитета России расследования отравления политика. Но силовики отказываются заводить дело и по сей день. И вот 18 февраля, уже этого текущего 21 года, мы с Владимиром подали заявление о преступлении непосредственно на имя Мастрыкина. Собственно говоря, с перечислением вот этих лиц, которых очевидно сотрудников ФСБ, которых мы подозреваем в причастности к его отравлению. Более того, несколько соответствующих заявлений подали депутаты ряда законодательных собраний нашей страны. В частности, Лев Шлозберг из Пскова, Михаил Амосов из Петербурга, Круглов из Москвы и еще некоторые депутаты. То есть были одновременно еще и поданы депутатские запросы, тоже с требованием провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях конкретных лиц. Никакой проверки не проведено вообще. Ну уж точно она не проводилась следственным отделом в Хамовнике, куда нас отослали. Ну, видимо, следует полагать, она не проводилась иными органами, в частности главным следственным управлением, федеральным следственным комитетом России. Но это еще надо разбираться. То есть таким образом, что мы имеем. Несмотря на установленный факт сильнейшего отравления политического деятеля, журналиста, оппозиционно настроенного по отношению к действующей власти Володька Рамурзы, собственно говоря, не только не проведено надлежащей проверки, надлежащего расследования, но и, собственно говоря, введены в заблуждение как заявители Володька Рамурза, потерпевшие в данном случае, так и уважаемые депутаты нескольких законодательных органов страны. Две попытки убийства не останавливают Владимира от его политической деятельности. Большим и важным проектом для него становится увековечивание памяти его друга и учителя Бориса Немцова. Он добивается того, чтобы площадь перед посольством России в Вашингтоне была названа в честь Бориса Немцова. Впоследствии фамилии Бориса Ефимовича назовут площади в Праге и Лондоне. Вот как об этом говорил сам Карамурза. Этой инициативой мы занимались примерно года два, по-настоящему плотно чуть больше года. В 2017 году был внесен соответствующий проект в Американский Сенат. Очень серьезная поддержка у него была, причем обеих партий, республиканская и демократическая. К сожалению, один из сенаторов заблокировал прохождение этого законопроекта. Считалось, неоднократно высказывалось мнение, что это было сделано по неформальной просьбе администрации, которая в свою очередь действовала по просьбе официальной российской власти. Подчеркну, что часто слышу, говорят, что это какой-то троллинг, что это кому-то в пику делается. Это абсолютно никакой не троллинг и это абсолютно никому не делается в пику. Вы знаете, меня вообще, честно говоря, мало волнует, что по этому поводу думает нынешняя российская власть. Не может быть ничего более пророссийского, более патриотичного, чем назвать улицу перед российским посольством имени российского государственного деятеля. Именно так мы это и воспринимаем. Помимо этого Владимир ведет активную политическую деятельность и внутри России. Он вице-президент фонда «Свободная Россия», председатель фонда Бориса Немцова «За свободу». Икара Мурза выступает с речью во время вручения премии «Свободы» имени Сахарова историку Юрию Дмитриеву. Потому что, вы знаете, очень часто люди на Западе видят только официальную сторону. Они видят Путина, они видят репрессии, они видят агрессивные действия, они видят войну, которая сейчас происходит. И другая сторона очень часто теряется. Другая сторона, конечно, заключается в том, что в моей стране миллионы людей, которые в корне отвергают и принципиально не согласны со всем, что олицетворяет режим Путина. От клептократии и страха до злоупотреблений и репрессий и преступлений против человечества, которые совершаются. За последние три недели с начала войны против Украины тысячи россиян выходят на улицы, буквально каждый день, чтобы протестовать против происходящего, в знак протеста против этого преступления, которое совершается якобы от нашего имени. Согласно последним подсчетам правозащитных групп, больше 15 тысяч людей было арестовано по всей России с 24 февраля, дня агрессии. 24 февраля 2022 года Владимир Путин развязывает полномасштабную войну против Украины. Как и для всех нас, для Владимира Кармурзе это становится настоящим потрясением. 15 марта 2022 года Владимир выступает с речью, обличающей Путина и его режим в палате представителей штата Аризона. Именно за эту речь на него заведут уголовное дело о распространении фейков про армию и отправят в СИЗО через месяц. Как скажет следствие Карамурза, действуя по мотивам политической ненависти, распространил заведомо ложную информацию о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации. Я не могу не поставить вам фрагмент этой блестящей речи Владимира. Я могу сказать, что я, например, понял, кто такой Путин и в каком направлении он поведет нашу страну и весь мир в декабре 1999 года. Я помню даже конкретную дату, что может показаться странным, но у этого есть своя причина. 20 декабря 1999 года. День, который удивительным образом даже сегодня отмечается в России как День Чекиста. Это День памяти об основании ЧК, позже известный как КГБ, большевистской тайной полиции в 1917 году. В этот день, в 1999 году, Владимир Путин, будучи тогда еще только премьер-министром России, отправился на Лубянскую площадь в Москве, где находилась старая штаб-квартира КГБ, чтобы торжественно открыть мемориальную доску Юрия Андропова. Юрий Андропов, конечно, символизировал и олицетворял наихудшие практики постсталинских политических репрессий в Советском Союзе. Он был одним из организаторов советского вторжения в Венгрию в 1956 году. Он был одним из тех, кто в течение многих лет вел политику преследования политических диссидентов в Советском Союзе. Он вел в том числе ужасающую практику карательной психиатрии, когда диссидентов, выступающих против коммунистического режима, насильно помещали в психиатрические интернаты. Их объявляли психически недееспособными, и они содержались в мучительных условиях в течение многих лет. Именно этому человеку Владимир Путин открыл мемориальную доску в декабре 1999 года. Для меня и для моих друзей и коллег в России больше после этого не осталось вопросов касательно того, кем был этот человек и что он будет делать. И, видимо, для того, чтобы всем стало предельно ясно, если у кого-то еще остались вопросы, в течение первого года своего правления Путин восстановил государственный гимн Советского Союза Сталинской эпохи в качестве государственного гимна Российской Федерации. Россия — страна символов, и выбор такого символа — это бесспорный сигнал того, в каком направлении он собирается идти. Символы очень быстро превратились в действия. Владимир Путин начал преследовать независимые СМИ и оппозиционные партии, фальсифицировать выборы, сажать в тюрьму, а затем и убивать оппонентов. Очень быстро, в течение буквально нескольких лет, Россия перестала быть несовершенной демократией, которую мы имели в 90-е годы. Путин превратил страну в идеальное авторитарное государство в нынешнем его виде. Несмотря на репрессии против несогласных с путинской войной, Карамурза уверен, что он должен быть в России. Его отговаривают друзья и коллеги, но Владимир непоколебим. Вот как жена Владимира, Евгения Карамурза, скажет о мотивации мужа вернуться в Россию. Он должен был быть там с этими людьми, которые вышли на улицы и которых арестовали. Он хотел показать, что не нужно трусей перед лицом этого зла, и я глубоко уважаю его за это и восхищаюсь им. Но иногда мне хочется его убить. В начале апреля Владимир возвращается в Россию, а уже 11 числа его задерживают возле дома силовики. Сперва на него фабрикуют административное дело о неповиновении сотруднику полиции. Вот что напишет в рапорте один из задерживавших его силовиков. При виде сотрудников полиции повел себя неадекватно. Изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Карамурзе дают 15 суток. Но уже через 10 дней на Владимир заводят уголовное дело о фейках об армии. Затем уголовные дела об участии в нежелательной организации и госизмене. Обвинение запрашивает 25 лет лишения свободы для Карамурзы. При этом уголовное дело Владимира рассматривает судья Сергей Подопригоров, который в свое время попал в список Магнитского благодаря Владимиру. А содержит Карамурзу в СИЗО 5, который возглавляет другой фигурант списка Магнитского Дмитрий Комнов. Именно он в далеком 2009 году возглавлял Матросскую тишину, где был замучен до смерти аудитор. Дело Карамурзы делают закрытым, чтобы не дать Владимиру возможности использовать суд как трибуну для антивоенных высказываний. Впрочем, это не останавливает Владимира. Вот что он сказал в своем последнем слове. На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является раскаяние в содеянном. И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды, за выступление против войны в Украине, за многолетнюю борьбу с диктатурой Путина, за содействие принятию персональных международных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого, я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов. И хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил, и которые вменяются мне в этом обвинении. А виню я себя только в одном, что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России, и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой, ценой войны. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется, когда черный назовут черным, а белое белым. Когда на официальном уровне будет признано, что дважды два это все-таки четыре. Когда войну назовут войной, а узурпатора узурпатором. И когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже с самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращение в сообщество цивилизованных стран. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь. 17 апреля 2023 года Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. В тюрьме у Владимира обострились проблемы со здоровьем, но кремлевских палачей это не смущает. Напротив, они продолжают ужесточать условия содержания Владимира. Зачем они это делают, когда Карамурза и без того за решеткой? Для того, чтобы сломать его. Потому что даже в тюрьме Владимир не останавливает свои борьбы с путинским режимом и не отказывается от своих взглядов. Я нахожусь в тюрьме исключительно за свои политические взгляды, за свою публичную позицию против войны в Украине и против тех группах, многочисленных и подробно задокументированных нарушений международного гуманитарного права, которые в ходе этой войны совершаются. Мои защитники уже подняли тему так называемой заведомой ложности тех фактов, которые содержались в интервьюнированных у меня выступлений. Так вот, если кто-то распространяет заведомо ложную информацию, это представители официальной российской власти, которые каждый день лгут о том, что происходит в Украине. А все те факты, о которых говорил я, подробно задокументированы международными организациями, в состав которых входит Российская Федерация, в том числе Организация Одинненных Наций и Организация по безопасности и Сотрудничеству в Европе. Цель данного дела не имеет ничего общего с высоко. Она в том, чтобы пресечь мою оппозиционную политическую деятельность и запугать других российских граждан, заступающих против этой войны. Редактор субтитров А.Семкин